Глава 8. Книга Неемии. Господь Израилю. Глава 9. Книга Неемии. Глава 9. Книга Неемии. Глава 9. Книга Неемии. Филая и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали книги из закона Божия внятно и присоединяли толкования, и народ понимал прочитанное. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своему и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы, радость была весьма великая. И читали из книги Закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней, а в восьмой день – по празднеству по уставу. Глава девятая. Книга Неемми. В двадцать четвертый день этого месяца собрали все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных. И встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги Закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вунни, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали к Господу Богу своему. И сказали левиты, Иисус, Кадмиил, Вания, Хошавния, Шеревия, Годия, Шивания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да словословят достославное и превысшее всякого словословия и хвалы имя Твое. И сказал Ездра, Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живешь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ураха Алдейского и дал ему имя Авраама и нашел сердце его верным пред Тобой и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хиттеев, Мореев, Херезеев и Евусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшиеся за ними Ты повер в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И сниз шел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон, и преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты додавал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству Своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство Своё. Но Ты, Бог, любящий прощать благие и милосерды, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог Твой, который вывел Тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днём, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. Сорок лет Ты питал их в пустыне, они ни в чём не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землёю Сигона, и землёю царя Ясивонского, и землёю Ога царя Вассанского. И сыновей их Ты размножил, как звёзды небесные, и ввёл их в землю, о которой Ты говорил от самых, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их, и овладели землёю, и Ты покорил им жителей земли Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укреплённые города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоёмы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, стучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, и убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их, но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно, Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали, и не слушали заповеди Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдания, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, одни и царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты наполнил им. И в царстве своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши, и телами нашими, и скотом нашим. Они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем им на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава 10. Книга Неемии. Приложившие печати были Неемия Тершафа, сын Гахалии, Исидекия, Сираия, Азария, Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух, Харим, Меримов, Авадия, Даниил, Генефон, Варуф, Мишулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шимая. Это священники. Левиты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok